Не нравится мне всё это, я больше не хочу играть в эту игру Монкас, я просто лучше переоденусь и домой поеду. Странно, Скетти что домой собралась? Так ведь игра ещё не окончена. Скетти, ты что там делаешь? Банни, зачем тебе эти палки? Не трогай меня, эй, помогите кто-нибудь! Ты что кричишь, Скетти? Я всего лишь своё задание выполняю. Это что ещё за такое задание? С палками ходить? Ну у меня просто такое задание, мне нужно дрова для костра насобирать. Правда? Ой, извини, Банни, а то я уже подумала, что это ты предатель. Скетти, что здесь произошло? Ты что кричала? Да я просто увидела Банни с этими палками и испугалась, а оказывается она просто дрова для костра собирает. А вот оно что, я уже испугался, что что-то произошло. Да ничего не произошло, просто у меня задание такое. Собирать палатку это так скучно, и почему мне самое неинтересное задание досталось? Ну и где мне её искать? Здесь нет ничего. А, ну да, вот же она, и как же я её сразу не приметил. А ты знаешь, Банни, что эти ветки для костра не подойдут? Правда? А почему это ещё не подойдут? Да они прогорят быстро, тебе нужно потолще брёвна искать. Ой, ну спасибо, Луау, а я и не знала. Я же совсем не знаю, как нужно костёр разводить. Ну да, и я тоже ничего не понимаю. Странно, что Банни такое задание досталось. Я думала, что мальчики должны костром заниматься. Да ты не переживай, Скитти, я справлюсь. А ты скажи, почему ты купальник переодела? Ну если честно, я хотела домой уехать. Не хочу я больше участвовать в этой игре. Ты что, Скитти, решила уехать домой без меня? И тем более ты знаешь, что сейчас автобусы не ходят. Как это не ходят? Ну вот, придётся опять переодеваться. Не понимаю, мы что, застряли здесь навсегда? Надеюсь, что нет, Скитти. Но сейчас отсюда его не уехать никак, и телефон тоже недоступен. Да я думаю, всё нормально будет, когда игра закончится. Быстрее бы уже, она закончилась. Самое главное сейчас предателя найти. Ты молодец, Банни, всё дрова носишь. А я пойду тоже своё задание выполнять. Да, конечно, Луау, нельзя нарушать условия игры. Как же мне повезло заданием. Ловить рыбу – это просто моё призвание. Тем более удочка у нас есть. Надо только ещё прикор для рыбы найти. А, ну вот он же он. Теперь я много рыбы наловлю и легко выполню своё задание. Отличное место, чтобы палатку разложить. Да, только, кажется, придётся мне с ней повозиться. Я раньше никогда ещё такие палатки не собирал. Ну вот, кажется, я наконец-то разобрался. Теперь нужно её расправить хорошо и колышки повтыкать, чтобы эту палатку закрепить. Эй, кто это здесь? А ну-ка, сдавайся, я тебя нашёл. Эй, Луау, тебе что нужно от меня? Некст, это ты? Вот уж я не думал, что ты предатель. Что? Это я-то предатель? Да это ты предатель, подкрадываешься незаметно с этой удочкой. Да я просто увидел, что кто-то прячется здесь, вот и подошёл проверить. А тут ты спрятался с этим штырём в руках. Это не штырь, это вообще-то колышек, чтобы палатку закрепить. Ты что, забыл? У меня задание такое палатку устанавливать. А, ну да, теперь я вспомнил. Но только всё равно как-то подозрительно ты себя ведёшь. Ничего подозрительного, а вот ты лучше с этой удочкой ко мне и близко не подходи. Никому нельзя доверять. Больше вероятности, что Луау предатель. Но не могут же быть предателями девчонки. Сейчас расставлю всю эту походную мебель, и можно будет приступать своё задание выполнять. Мне нужно пожарить рыбу на костре. Только непонятно, что мне жарить. Рыбы-то у меня нет. Эй, Скетти, а у тебя какое задание? Ты почему ничего не делаешь? А почему ты спрашиваешь, Луау? Я надеюсь, ты не предатель? Да ты что, Скетти? Нет, конечно. Я просто переживаю, что ты своё задание не выполняешь. Мне нужно свежую рыбу пожарить, но у меня рыбы нету. А, правда? А у меня наоборот задание рыбу поймать. Ты подожди немного, я сейчас тебе поймаю какую-нибудь рыбу, и ты её зажаришь. Ой, правда? Хорошая идея, Луау. А то я уже переживать начала. Да не переживай, Скетти, только мне нужно в другое место пойти порыбачить. Здесь совсем что-то ничего не клюёт. Ну хорошо, Луау, я тогда тебя здесь подожду. Может быть мне не стоит тут время терять? Всё равно мне делать нечего, пока Луау рыбу не поймает. Может быть мне стоит пойти искупаться пока? Эй, Луау, подожди, мне нужно тебе что-то сказать. Вот здесь самое хорошее место для рыбалки. Надеюсь, здесь я быстро что-нибудь для Скетти поймаю. Ну что, Луау, не поймал ничего? Да нет, ты что, Скетти, я же только удочку забросил. Теперь нужно немного подождать. А можно, Луау, пока ты ещё ничего не поймал, я пойду поплаваю немного? Да я думаю, можно, Скетти, всё равно тебе пока делать нечего. Ты иди, а я если поймаю что-нибудь, я тебя позову. Ой, ну спасибо, Луау. Я буду в надувном бассейне, а то мне страшно в море плавать одной. Только будь осторожна, Скетти, а лучше возьми себе надувной круг. Да, если я буду в надувном круге плавать, со мной точно ничего не случится. Ух ты, как здорово, так же освежает эта прохладная водичка. Наконец-то я чувствую, что я на отдых приехала. Надеюсь, Луау ещё не скоро эту рыбу поймает. Ну-ка, 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 вот, кажется, клюёт. Я просто обязан для Скетти эту рыбу поймать. Оп, есть, ну наконец-то поймалась. Маленькая, конечно, но ничего, я сейчас Скетти отнесу её и ещё поймаю. Эй, ты смотри, не сорви с крючка. Ну надо же, какая шустрая попалась. Если тонкие ветки для костра не подходят, значит мне нужно брать брёвна потолще. Ой, ну надо же, какая тяжёлая. Ну ничего, я справлюсь, чего только не сделаешь ради игры. Ой, кажется, Луау рыбу поймал. Похоже, он справляется со своим заданием. Ух ты, Баня, ты молодец, вот это бревно то, что надо. Тебе не тяжело? Да нет, Луау, не сильно тяжело. Хе-хе, ты не переживай. А я вот, видишь, тоже рыбу какую поймал. Да, я вижу, а что теперь ты с ней делать будешь? А я теперь её Скетти отнесу, и она её пожарит. У неё задание такую рыбу жарит на костре. Ух ты, покушаем сегодня вкусно, а Скетти уже много рыбы пожарила. Нет, Скетти пока в бассейне плавает, она ждёт, пока я хоть что-нибудь поймаю. Да, ну ясно, пойду я дальше дрова носить. Да, давай, Баня, побольше дров натаскай, чтобы у нас большой костёр вечером был. А прикольно мы отдыхаем, все уже и забыли, что какая-то игра идёт. Сейчас только эту рыбу здесь оставлю, и пойду Скетти скажу, чтобы она уже шла рыбу жарить. Ну вот, кажется, готово. Ну и провозился я с этой палаткой, но зато получилось просто супер. Я сам доволен своей работой. Хе-хе, теперь, когда всё готово, можно пойти искупаться немножко. Теперь никто не скажет, что я задание своё не выполнял. Хе-хе, как же здорово купаться, даже вылазить не хочется. Жаль, что мне нужно идти эту рыбу жарить. Хе-хе, кто здесь? Ой! Эй, Скетти, я рыбу поймал, можешь идти своё задание выполнять. Скетти, ты слышишь меня? Ты что не отвечаешь? Скетти! Ого, ну ничего себе! Ну как же так? Кажется, предатель от Скетти избавился. Эй, Скетти, ну может быть, ты слышишь меня? Луау, ты что наделал? Я так и знал, что это ты предатель. Да нет, ты что, Некс, это не я, просто я первый Скетти нашёл. Так если это не ты, почему ты тогда тревогу не объявил? Можно же тогда срочно голосование начинать. Да я просто не успел ещё, но ты же мне друг, Некс, ты должен мне поверить. Ну знаешь, Луау, в этой игре никому нельзя доверять, нужно срочно голосование начинать. Эй, Некс, постой, я тебе точно говорю, что это не я. Эй, Банни, иди скорее сюда, у нас новое преступление произошло. О, в самом деле, а что такое случилось? Там Луау от Скетти избавился, я сам видел. Хватит меня обвинять, Некс, может быть, это ты предатель? Что ты делал в это время возле бассейна? Да я купаться шёл, я как раз только закончил свою палатку устанавливать. Я тебе точно говорю, Банни, что это Луау предатель. Всё, я против него голосую. А я тогда против Некста голосую. Давай, Банни, делай свой выбор, твой голос решающий. Ну, раз Некст сам видел, что Луау предатель, тогда я Нексту поверю. Луау, ты извини, я против тебя голосую. Нет, вы совершаете большую ошибку. Ну вот, теперь ты видишь, Некст, Луау не был предателем. Ну да, и в самом деле Луау не был предателем. Интересно, а кто тогда? Стоп, неужели это ты? Ну да, Некст, я просто хотела, чтобы мы с тобой здесь одни остались, и никто нам не мешал узнать друг друга получше. Что? Поверить не могу. И ты что, ради этого всю эту игру затеяла? Ну да, это всё ради тебя, Некст. Некст, ты мне понравился сразу, а все остальные стали намешать. Ну так что, давай решим, чем мы с тобой займёмся. Что? Да ты что, я с предателем вообще не хочу дела иметь. Ну ты сама подумай, как я могу тебе доверять. Эй, подожди, Некст, ты меня ещё совсем не знаешь. Ой, ну надо же, чего это я вдруг уснул? Мне нужно срочно бежать отсюда. Ой, Некст, вот ты где. Скажи, тебе ещё не надоело загорать? Может быть мы пойдём искупаемся вместе? А, опять ты. Я же говорил, чтобы ты ко мне и близко не подходила. Помогите, меня предатель преследует. Ничего не понимаю. О чём ты говоришь, Некст? Какой ещё предатель? Стой, Некст, подожди. Ничего не понимаю. Куда палатка делась, которую я раскладывал? Где все мои вещи? Я же их за палаткой оставлял. Ого, поверить не могу. Наконец-то автобусы ходить стали. Эй, меня подождите. Придётся мне прямо в купальных шортах домой ехать. Эй, подожди, Некст, ты куда? Девочки, вы это видели? Некст уехал домой, даже не переоделся. Что? Как это уехал? Не может быть. Мы же договорились со всеми вместе отдыхать. А вот я даже не удивлена, девочки. Вы просто достали его своим вниманием. Разве можно так нагло к парням приставать? Но мне кажется, Скетти вообще дело не в этом. Он почему-то меня предателем назвал. Что? Какой это ещё предатель? Он что, на солнце перегрелся? Да, я что-то тоже ничего не понимаю. Ребята, а вы сразу догадались, кто был предателем? Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. А ещё ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Весёлые Игрушки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok